То ли шалость по недоумию, то ли глумление. В компании подростков случился конфликт. 11-летний школьник, выражаясь шершавым языком протокола, цинично оскорбил действием своего 8-летнего соседа по дому. Произошла между ними конфликтная ситуация. Они его описали. Может быть, не совсем это было у них с умыслом каким-то, может быть, это было случайно, может быть, еще как-то. Мальчик рассказал случившимся своему 22-летнему брату. Тот решил самостоятельно поквитаться с обидчиками. С помощью местных ребятишек он выманил из дому главного зачинщика издевательств. Ударил его несколько раз. Затем, угрожая, заставил сесть в автомобиль и повез в сторону Камы. Мальчик-то решил, что его вообще везут топить, то есть убивать. Поэтому еще больше испугался, заплакал. А в это время те мальчики, которые вывели этого мальчика на улицу, друзья его, сообщили об этой ситуации его тете. Тетя села в свою машину и поехала, значит, за этой машиной. Стала их догонять, прекратила им дорогу, вышла из машины и потребовала, чтобы мальчика отпустили. Похитителю предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса – незаконное лишение свободы, побои и угрозы убийством. Суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно. Стражи порядка предупреждают родителей. Если ребенка обидели сверстники, нельзя чинить самосуд. За поступки детей должны отвечать их родители. О противоправных действиях в отношении несовершеннолетних нужно сообщать в районное управление внутренних дел. Или звонить по телефону горячей линии 268-006. Елена Иговцева, Александр Хробыстов, Телевизионная служба новостей.